Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о канале с авторскими уникальными видео уроками по дизайну ногтей Елены Грама. Этот канал будет интересен как новичкам, так и опытным мастерам. На нем вы сможете найти много необычных техник и полезной информации. Советую зайти на канал и подписаться на новые видео уроки, которые выходят регулярно. Ссылку я оставлю в описании. А теперь я покажу как нарисовать мороженое гель-лаками. На палитре у меня добавлены цвета, которые понадобятся для росписи, а также понадобится черная гель-краска. Я развела голубой гель-лак и розовый стопом, и теперь делаю акварельный фон разводами. После этого сушу в лампе, снимаю липкий слой и шлифую поверхность, чтобы удобнее было рисовать. Бежевой гель-краской рисую форму стаканчика для мороженого и сушу в лампе. В это время добавляю бежевый-коричневый цвет. Смешанным оттенком заполняю всю форму. И далее набираю коричневый оттенок и делаю тень с растяжкой. С другой стороны добавляю чистый бежевый оттенок и сушу в лампе. Далее буду рисовать сеточку коричневым оттенком. Причем полосы начинаю рисовать обязательно со стороны тени. И на светлой стороне под конец отпускаю кисть. Когда линии в одну сторону нарисованы, фиксирую в лампе пару секунд, чтобы линии, которые будут идти в другую сторону, не смешивались на пересечении. В конце добавляю прерывистый контур в рисунку и сушу в лампе. Белым гель-лаком рисую, закрашивая три круга, на месте которых будут шарики мороженого. Сушу в лампе. Затем розовым цветом рисую шарик. Для этого делаю растяжку цвета к центру смещенному влево. От этого центра делаю растяжку белым цветом. Тень добавлю позже. Фиксирую в лампе и также делаю с остальными шариками, только другими цветами. Далее смешиваю каждый оттенок с черным и добавляю тень. Также стараюсь делать растяжку, чтобы не было резкой границы. Сушу. Теперь делаю водку шариков черной гель-краской. Начинаю вести линию с одной стороны и к центру свожу ее на нет и также с обратной стороны. Сушу в лампе. Пришло время рисовать шоколад. Коричневым гель-лаком прорисовываю основание шариков и рисую стекающие капли. Мороженое у нас под наклоном, но капли должны стекать перпендикулярно основанию ноготка. Сушу. Осталось нарисовать блики. Ставлю точки на светлых участках шариков и рисую блики на шоколаде. Сушу в лампе. И в конце желательно перекрыть дизайн густым топом, чтобы скрыть неровности поверхности от рисунка. Осталось просушить, снять липкий слой и дизайн готов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Настя. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok